Свою версию неоконченной пьесы Пушкина представят в Нижневартовском драмтеатре. Произведение занимает всего 24 страницы печатного текста, а споры о нем не утихают до сих пор. Драме «Русалка» посвящено множество диссертаций. Над постановкой работали около года. Театр готов представить спектакль зрителю. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, премьера пройдет в режиме онлайн. Сейчас в театре идут заключительные репетиции. На одной из них побывала наша съемочная группа. Я слышу. Топот его коня. Первая любовь, горечь разлуки, муки совести и судьбоносный выбор. Эти темы актуальны во все времена. «Русалка» — историческая драма, но в то же время ей есть чем увлечь современного зрителя. Новый спектакль одновременно любовная притча, детектив и мистическая история. Если все получится, то мы там должны наворотить побольше ужаса и мистики. Будем задействовать все возможные ресурсы театра. От удивительной пластичной подготовленности, плюс вокальности, сценографии. Все, что в наших силах. Переосмыслить сюжет пьесы — давняя мечта московского режиссера Олеся Невмиржицкой. Она курировала лабораторию драм-театра, проходившую в рамках международного фестиваля школы современного искусства «Территория». Спектакль «Русалка» стал итогом культурного проекта. Интерес еще в том, что это произведение незаконченное. И там вокруг этой истории с незаконченностью этой трагедии целая детективная развивается драма внутри, между литературоведами, пушкинистами. И нам интересно было с этим разобраться. Разбирались практически год. Распределяли роли и репетировали дистанционно. Современные технологии помогли режиссеру работать с актерами на расстоянии. Но никто не предполагал, что и премьеру придется проводить в режиме онлайн. Над постановкой работали с расчетом, что в зале будет зритель. Самое большое сожалению, что мы ее будем играть не для зрителя, который сидит в зале. Зритель настоящий, живой. Это, конечно, другая энергетика. И мы очень соскучились и хотим уже увидеть глаза зрителя. Мы всегда говорим о том, что спектакль делают не только актеры, которые находятся на сцене, но и зрители, которые сидят в зале. И все это химия, обмен энергиями, которая происходит. Это и есть спектакль. Онлайн-спектакли – новый опыт для Нижневартовского драматического театра. Сценическое действие будут снимать на несколько камер. Сейчас сотрудники театра работают над тем, чтобы трансляция прошла без сбоев. У нас будет техническая репетиция, естественно, с режиссером, который укажет режиссеру трансляции, операторам, какие сцены стоит обратить внимание, чтобы они действительно высветили те моменты, которые будут интересны зрителям. Премьера пройдет 8 ноября. Увидеть спектакль зрители смогут на YouTube-канале Международного фестиваля школы современного искусства «Территория». Впрочем, актеры надеются, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в регионе изменится в лучшую сторону. И тогда пушкинская русалка будет собирать полные залы. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.